Всем добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня уже понедельник, 9 сентября 2024 года. Новость пойдет про пенсии, про пенсии в Латвии, про индексацию. Латвийские пенсионеры недовольны обещанной прибавкой. Прибавкой, то есть индексацией. Уже, я думаю, что большинство населения пенсионеров и всего населения Латвии наслышаны, что с 1 октября проиндексируют 7 пенсий. Все осталось по-старому. Как все осталось по-старому? И почему они недовольны? Почему пенсионеры недовольны? Давайте разбираемся поподробнее. Послушайте сначала до конца, все поймете. С 1 октября в Латвии, ну то есть, ну конечно же, друзья, вот этого года, вот, скоро уже 1 октября 2024 года, в Латвии будут проиндексированы пенсии. Но не все пенсионеры индексацией довольны. Об этом пишет Ла.лв. Министерство благосостояния обещает, обещает, что в этом году, в результате индексации пенсии, пенсии увеличится от 6,5 до 10 процентов, в зависимости от стажа работы. А размер индексируемой пенсии увеличится на 74 евро до 683 евро. Также будет проиндексирована надбавка, которую люди получат к пенсиям по старости и инвалидности. И с 1 октября этого года эта сумма составит 1 евро 62 цента и 2 евро 43 цента за один год трудового стажа, накопленного до 1996 года. Гуннерс Энненш из ассоциации Рижский альянс активных сеньоров разочарован индексацией пенсии в этом году. Ведь было обещано, вот теперь слушайте еще внимательно, я буду вам все-таки напоминать. Послушайте еще внимательно. Ведь было обещано, что индексируемый размер пенсии может увеличиться до 1366 евро. Здесь мы, пенсионеры, очень хотели бы задать вопрос правительству и получить нормальные ответы. Почему все же не могла быть проиндексирована пенсия в размере средней зарплаты в 1366 евро? Основа осталась на тех же 50% от средней зарплаты. И главное, это потребовало бы в этом году лишь 6 миллионов 900 тысяч евро из социального бюджета. Извините, друзья. Ой, жарко сегодня, да, опять жарко. Жара стоит у нас в сентябре. Так послушайте дальше, друзья. Почему недовольны? И пишите комментарии, вы довольны этой пенсией? Индексацией? Вот, которая будет. Также пенсионеры ожидали и надеялись, что будет пересмотрен необлагаемый минимум налога на доходы физических лиц. Была такая надежда, что с 500 евро повысят до уровня минимальной зарплаты в 700 евро, необлагаемый минимум с пенсии, друзья. Была надежда, но она исчезла. Пропала эта надежда. Что опять же даст пенсионерам реальные 32 евро на руки к пенсии. Это если бы сделали 700 евро, друзья. Да. То еще бы добавилось 32. Но. Дальше он продолжает. Я весь этот год говорил о том, что пенсии не должны, внимание, не должны пенсии облагаться подоходным налогом, как в Литве. Но все осталось по-старому. Я все время вам всю жизнь говорю, вот сколько существует наш канал, всегда говорил и говорить буду. Почему они не смотрят ближайшим, вот как ближайшие соседи делают. Я закончил новость эту, вот про пенсии, про индексацию пенсии, что недовольны. Почему они не посмотрят, а им это не выгодно. Дальше вы понимаете. Не хочу дальше, друзья, говорить. Дальше только нервы начинаются. Ну, только одно скажу. Народ молчит. Все довольны. Вроде почитаешь в комментариях, недовольны. И то, друзья, а что мы можем сделать. Еще хочу я вам преподнести, друзья, хорошие, конечно, новости. Очень хорошие новости. Послушайте сейчас внимательно. Что ждет Латвия в ближайшие несколько месяцев, а то и больше, полгода. Синоптики прогнозируют теплую осень и зиму. Ну, дай бог. Хотя бы в этом сэкономят. Ну, сэкономим, конечно же, за отопление. Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура в Латвии, а вы смотрите канал, мы живем в Латвии. Спасибо вам большое. Средняя температура в Латвии осенью и зимой, вот этой вот, которая будет, будет выше нормы. Сентябрь ожидается примерно на 3,5 градуса. Теплее нормы или среднего показателя 1991-2020 годов. В прошлом году первый месяц осени также был на 3,5 градуса теплее нормы. А со среднемесячной температурой плюс 15,8 градуса сентябрь тогда стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии. Это я имею ввиду средняя температура, друзья, среднемесячная. Последующие осенние и зимние месяцы прогнозируются на 1-2 градуса теплее нормы. После довольно сухого сентября количество осадков увеличится, особенно на побережье, где теплая морская вода повысит вероятность сильных дождей. Запоминайте, друзья, сильных дождей. В конце я вам кое-что расскажу. От себя, да. Нынешняя сухая и по-летнему теплая погода обусловлена наличием большого антициклона, который сейчас определяет погоду в России. Вы понимаете? В России определяет. Согласно прогнозам, погоду в ближайшие месяцы будут определять в основном атлантические циклоны, которые принесут теплый и влажный воздух с океана на север Европы. Однако, однако, метеорологи напоминают, что надежность долгосрочных прогнозов остается низкой. Вот они меня уже опережают. Но я все равно вам скажу в конце. Очень низкая вот эта вот долгосрочность прогнозов погоды, да. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, в этом году только январь был холоднее обычного. Вы помните, какие морозы были. В то время, как средняя температура остальных месяцев была выше нормы. Если оставшиеся месяцы года будут теплыми, то средняя температура в 2024 году будет такой же, как и в 2020 году, когда был побит рекорд самого теплого года плюс 8,76 градуса. Я в конце хотел добавить, друзья, то, что природа природа свое возьмет. Вы кто-нибудь замечал? Ну, я лично, вот я, вот мы с Натальей живем уже седьмой десяток лет. Уже все разменяли. Уже и живем в нем. Живем. В этом седьмом десятке лет. Уже насмотрелись, навидались. Циклы вот эти вот по кругу идут. Одинаковые. Понимаете, да? То у нас нету зимы, то как мочканет, мочканет. Ну, вот этим прогнозом это мое личное мнение, да. И замечали, что если какой-то месяц был, ну, к примеру, был сильно жарким какой-то месяц, а следующий какой-то месяц сильно холодным или не полностью месяц, конечно, не полностью месяц, а периоды. Несколько дней, неделя, две, потом хопа, опять. Ну, и как, что, как здесь угадаешь, друзья? Как угадаешь? Ну, как есть, так есть. Но природа, я хотел вот самое главное сказать, природа наверстает, она возьмет свое. И то, что нам, как говорится, втирают, и лапшу на уши вешают, да потепление, да то-се, уже американские, американские, там, специалисты, да, всякие там, ученые, что ничего, никакого этого, что нам грозят, вот этим вот загрязнением и тем всем, и херемае, ничего это не повлияет. Никогда. Нет, нет, друзья, не повлияет. Ближайшие тысячелетия. Это надо миллионы лет, чтобы что-то изменилось здесь. Ну, кто у нас прожил миллионы лет? Хотя бы тысячу лет. Что там поменялось? На ноль целых, одну сотую или тысячную, да, заявил так, друзья. Так что, это просто берут людей на испуг. Это я свое мнение говорю. Я могу ошибаться, могу не ошибаться, могу говорить то. Ну, вы понимаете, да? Как я думаю, что я думаю? Ну, ну, американские ученые, что они? Совсем что ли? С дуба рухнули? Да я думаю, что нет. Я вам всегда говорю, вот один вулкан, без разницы какой, один вулкан столько насерит гадости. А тут еще на нас, кроме вулканов, без вулканов сыпят гадость. Машина, дизелек или бензиновая машинка, ой, все нагадила, коровка пукнула, все, да, невозможно все потепление. Ой, какая чушь, господи, я лично в это не верю. Ну, не верю, друзья, понимаете? Будет мороз, все равно будет. Вот смотрите, до Нового года будет более-менее, ну, как вот они обещают, но январь все равно свое возьмет. Ты даже февраль может взять свое. А март, помните, какие были морозы? Снега были какие, вон, по метру, ну, по 70 сантиметров, ну, как минимум, по полметра. Выходим с работы, машин не видно. И мороз хороший такой, да, и морозится. Март, до апреля месяца у нас на реке Лиелопы, до конца апреля, а как сейчас помню, 28-го или 29-го апреля, до конца апреля стоял лед. Вы не ослышали. Лед стоял. Чуть не метровой толщины. Ну, да, сейчас цикл идет такой, вот хотел чуть-чуть рассказать. Да, вот такие вот циклы. То морозы есть, то нет, то морозы есть, то нет. Навалит, и все эти горы, где ледники растаяли, все, это еще замерзнет. Сколько раз еще будет циклов, ну, кто-то доживет, кто-то не доживет, но я думаю, что мы миллион лет не проживем, друзья. Или там десятки тысяч лет, тысячу лет, даже несколько сотен лет. Это все было, друзья, было. Но это мое мнение. Пишите комментарии, что вы думаете. Да, я решил просто разбавить, друзья, до того уже, я, мне лично, но я просто хочу вам сказать, кто думает про это, друзья, ведь обещали, про пенсию сейчас я говорю, про индексацию, ведь обещали два раза индексировать, и что только они не обещали, куда эти все обещалки делись, обещал, они и на месте остались обещалками, а почему это все так вот это вот, что, косточку опять бросили, как я говорил, и вы тоже говорили. Вот еще вот, старушечка, открыла кошелечек, и два еврика держит, ну и там у ней несколько там, две-три бумажки, по десять, по пять, держит там, господи, друзья, ну двадцаточка одна. Ну и все, и все, а какие цены, можно и дальше было говорить, ну почему вот это так делается? А себе добавляют, сколько они сразу? Никаких добавлений, надо вообще, друзья, как я и сколько раз говорил, и сейчас даже, вот напоминаю, когда у них сокращение было, что-то про сокращение, да, бюрократии, замолчали. Вот поэтому у нас никогда, никогда мы не догоним, друзья, не догоним. В том же самом сокращение в госуправлении, зачем столько народу? Зачем десятки, сотни тысяч здесь бюрократов? Зачем? Чем управляют они? Чем? Пустотой. Пустотой. Да, они занимаются пустомельством, пустотой. Воздух сотрясают, и в этом воздухе они и живут, да. Ну а где обещанное, что, чего? Это что и такое? Вот сократить их хотя бы на 50%, всех причем, всех. Сократить, я имею ввиду, на 50%, со всех. Ну тогда и догоним мы только. Литву. Жителям Литвы отдельный привет. На этом я заканчиваю, друзья. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Не забудьте, поставьте лайк под видео. Подпишитесь, зрители, подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях, просто так поделитесь с друзьями. Напишите комментарии, да, друзья, комментарии. Но я тут еще и про погоду решил. Ох, тяжелая эта тема, тяжелая, друзья, тема. Да. Сейчас другим пугают, еще. Ну, не буду это пока задевать. Надо разобраться, правда это или не правда. Вы, наверное, догадываетесь, что что-то прилетело, тут прилетело, прилетело, все осталось позади, да. Сначала показывали простой такой, с камерой, а теперь уже напичканный. Ну, не стал я это, друзья. Немножко подожду, подожду. Что это? Провокация, это не провокация, друзья, вы меня знаете. Надо немножко подождать. Посмотрим. До свидания. Спасибо за поддержку нашего канала. До следующих видео. Спасибо. Спасибо.